Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема – может ли учредитель ООО стать самозанятым? Самозанятый – это такой специальный налоговый режим, который дает возможность платить меньше налогов, не заморачиваться с бухгалтерией, какими-то документами. Все очень просто. Установили приложение «Мой налог», зарегистрировались, сами вносите продажу. Единственное, что как самозанятый есть небольшие трудности с работой с многими организациями, так как, допустим, если вы оформили бы ИП, то вы имели бы больше полномочий, а как самозанятый вы считаетесь физлицом, и, соответственно, могут возникнуть какие-то трудности по работе с какими-то организациями, потому что предоставить документы для юрлиц вы не сможете. Ну и что касаемо самого самозанятого, то вы являетесь физлицом, и вы регистрируетесь как физлицо. А если вы учредитель, то вы считаетесь юридическим лицом. И, соответственно, если вы захотите оформить самозанятого, то да, конечно, в законе нет каких-то ограничений на то, чтобы кто-то из юридических лиц не мог оформить самозанятого. Это можно сделать. Вы оформите самозанятого как физическое лицо, потому что ИНН вы будете указывать свое, а не организация. Ну а есть некоторые нюансы в зависимости от того, для чего вы хотите оформить самозанятого. Если вы хотите, как самозанятый, работать на свою организацию, то в данном случае это все бессмысленное оформление, потому что этого делать нельзя. Самозанятый как учредитель ООО не имеет права оказывать какие-либо услуги своей же компании. Поэтому если вы решили оформить самозанятого для каких-либо других услуг, то, пожалуйста, вам никто не запрещает. В законе таких ограничений нет. Оформить самозанятого можно в абсолютно любое время. И чем это удобно? Тем, что вы оформили самозанятого, у вас уже есть данное приложение. И плюс к тому, что если вы не будете вносить какие-то доходы, то, соответственно, платить налоги вам не придется. Поэтому если вдруг вы оформили самозанятого и поняли, что он вам не нужен был, либо же вы не сможете работать по его сфере, исходя из того, что вы учредитель ООО, то просто можете не вносить никакие продажи и, соответственно, не платить налоги. Поэтому заранее продумывать, нужен ли вам статус самозанятого или нет, особо не стоит. Оформите, значит оформите. Нет, ну значит нет. То есть как бы никто вам не скажет, что вы что-то сделали не так. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще очень много интересного и полезного. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.